Я уже трое суток на досмотр стою здесь. Приехал, прошел таможенную, отправили на рентген, потом отправили на досмотр. Трое суток уже стою на досмотр. Ну уже следующий, сказали я. Дождался своей очереди. Следующая моя машина будет выгружаться. Разворачивали киргизов, казахов, потом разворачивали турок, сербов. Все польские пограничники не пускали их и возвращали обратно. Много? Много. Много машин было. Очереди больше стали, значительно. Все эти машины, которые хотели ехать на привалку через Литву или в Обровнике, они все поехали уже сюда, на Брест. И кто-то из казахских, из тех же перевозчиков, он уже застал эту новость тут на границе. И не смогли люди пересечь границу. В принципе, даже если стоять в населенных пунктах, там в этих населенных пунктах ни стоянки, ни туалета, оно ничего не оборудовано. Просто чтобы не создавать неудобства людям, которые там проживают. Они, чтобы только выехать им на Литву разрешено, допустим. Поляки их не выпускают, но у людей нет дозволов. А им эти дозволы надо передать с Казахстана, с места регистрации автомобиля. Два дня я отстоял, но это я еще стоял, надо было стоять у меня по режиму труда и отдыха, отстой, отдых и отдыхал. Польские машины могут только через польский программ переход переезжать напрямую на Польшу. Только осталось в Козловичи переход, больше никаких нету. Этими переходами как шахматами, а мы страдаем, простые водители. Просто мы-то тут причем. Десять лет работаю в дальнобойщиках, и вот такого, как в последнее время, сейчас у нас тут, такого никогда не было. Вот до работы официальной этой терминала Белорусского не имеем никаких проблем. Все в порядке, очень хорошо идет. Работа из 5 спутов. И рампы, и все. Никаких вопросов. А долго вам в очереди приходится стоять? Не знаю, вот я первый раз стою, теперь стою какие-то пару часов, посмотрим, что будет дальше. У меня очень нравится работа этих всех здесь, у нас так не работает. Но могу сказать, что-то правильно. На европейских номерах машины разворачивают. Хотя сам еду с белорусским прицепом, тоже кого-то развернули, кого-то нет. Вот, ну, видимо, там как настроение, скажем так, у них каким-то зайдет, ну, так вот и поступают. С вчерашнего утра я встал в колейку, ну, в очередь. Ну, как-то быстро пошли молодцы работать. Ночь, там до двух ночи где-то мы поработали, легли спать. И вот с утра от кольца сюда заехали. На той стороне, конечно, не знаю, наверное, будет тяжелее обратно домой вернуться. Потому что говорят очень большие там колейки. За 40-45 километров. Как-то вот так. Ну, наши вроде хорошо справляются, молодцы. Довольно тяжело стало. Домой практически не попадаешь, потому что берестовица перегрузился. Ну, и, естественно, начальство, давай назад, надо ехать, надо ехать. Ну, вот как бы вот так. С 9 часов 21 февраля Польша ограничила движение транспортных средств через пункт пропуска Кукурики. Это пункт пропуска, который сопредельным с нашим пунктом пропуска Козловича. Это ограничение не коснулось транспортных средств перевозчиков, которые зарегистрированы в Европейском Союзе, а также в Европейской Ассоциации Свободной Торговли. В отношении остальных транспортных средств это ограничение работает. По заявлению польской стороны, данная мера направлена в отношении белорусских перевозчиков. Однако в апреле прошлого года Европейский Союз уже вводил ограничения в отношении белорусских транспортных средств, и нынешняя мера больше коснулась перевозчиков, которые зарегистрированы в Казахстане, в Кыргызстане, в Азербайджане, в Молдове, в Армении и иных странах. С момента вступления в силу ограничения к нам вернулось порядка 20 транспортных средств с польской стороны. Теперь у таких перевозчиков возникла необходимость прокладывать свои маршруты через Прибалтику и менять логистику. Белорусская таможня, в свою очередь, продолжает принимать все возможные меры для оказания содействия развитию внешнеэкономической деятельности и максимально способствовать оформлению транспорта. За последние сутки в пункте пропуска Козловича в обе стороны оформлено порядка 1500 транспортных средств. Пропускная способность пункта пропуска Козловича составляет 2400 транспортных средств в сутки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова